Порой для того, чтобы быстро и качественно справляться с поставленными задачами, одного профессионализма недостаточно. Успешно выполненная работа, заслуга всего коллектива и чем он дружнее, тем проще достичь поставленной цели. Общение в неформальной обстановке – это, конечно же, хорошо, но, как показывает практика, крепче всего людей может сплотить общее занятие. И чем необычнее оно, тем лучше. Индейцы и ковбои, средневековые рыцари и герои популярных фильмов. С первого взгляда это простое веселье, отдых от рабочих будней. Но так только кажется. За такой беспечностью и даже погружением в мир детства скрывается комплексный психологический процесс. Смена ролей и обязанностей, взаимовыручка и море позитивных эмоций запомнятся надолго. А главное, такой опыт обязательно найдет отголоски в профессиональной деятельности. Когда люди попадают в нестандартные для себя условия, они все равно начинают быстрее соображать, быстрее искать способы коммуникации с коллегами. Иногда это становится такой диагностикой. Мы понимаем, какие в нашей команде проблемы, чего нам не хватило, чтобы успеть победить условно в нашей игре. За последние годы в России, в частности в Крыму, появилось немало агентств, занимающихся тимбилдингом. Выбор сценария ограничивается лишь фантазией, но для того, чтобы стать дружнее, научиться работать сообща. Совсем не обязательно обращаться за помощью профессионалов. После работы вышли буквально на часик позаниматься спортом. В это время мы пообщались, узнали друг друга лучше. Теперь я уверен, что и в тандеме мы сможем работать более лучше. Для того, чтобы наладить отношения с коллегами и повысить уровень эффективности работников, все методы хороши. Кстати, огромной популярностью пользуются и настольные игры. Многие практикуют такое занятие прямо на рабочем месте. Самое главное в этом вопросе – сильно не увлекаться, а то можно и до выговора от начальства доиграться. Стефан Филатов, Андрей Псом. Утро нового дня.